Баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю, 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 баюшки, баю. Ребенка не будет. Нет, не надо. Марина с Василием были женаты уже три года. Женщина очень хотела детей, а муж был категорически против. Марина решила поехать к бабушке, чтобы узнать, удастся ли ей переубедить Василия. Вася уже был женат. Они прожили вместе 12 лет, и детей у них тоже не было. Он говорит, что дети разрушают любовь. Что я стану к лучшей, и мы будем проводить меньше времени друг с другом. И все в таком духе. Что бы я ни делала, как бы не плакала, не грозила, что уйду. Он нет, и все. Над своими решениями он не властен. Вижу я, что жизнь его наполовину пуста. Если рядом с ним женщина, то ребенка у него уже быть не может. И виноват он во всем этом сам. Так это что значит, у нас с ним не будет детей? Вы поймите, мне 35. Детородный возраст уже проходит. И если нет, я просто не буду тратить с ним время. Дай мне руку. Вы не подумайте, я люблю Васю, но ребенка очень хочу. А если у нас с ним его не будет, то и будущего тоже не будет. А я им это никогда не прощу, я себя знаю. У нас уже с ним по этому поводу конфликты постоянно. Вижу, появится в твоем доме дочь. От Василия она будет. Она ваше с ним отношение и скрипит. А когда она появится? Скоро. Вась, ну звонять не слышишь что ли? Я посуду мою. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Василию Семенову. Он же здесь живет? Да, здесь. Я сейчас позову. Вась, ну чего сидишь? Там к тебе пришли. Кто? Выйди да посмотри. Сюрприз. Привет. Ты что, не рад? А вы его жена, да? Познакомь же нас. Это Марина. Наташа. Моя дочь. Очень приятно. Ну вы ничего такая. Не совсем старая. Пап, занесешь чемодан? А, прикольненько у вас тут. Пока Наталья переодевалась с дороги и разбирала свои вещи, Марина устроила Василию скандал. Ты же говорил, что у тебя нет детей. Дети, это плохо. Я не хочу детей, от них одни проблемы. Я и не хотел. А эту, значит, ветром надуло? Больше не хотел. Это с бывшей, значит, ты хотел, а со мной не захотел. Вот поэтому я тебе про Наташу и не говорил. Будешь долбить меня все время. Я не долблю. Я делаю выводы. Знаешь, как говорят, если мужик не хочет детей от жены, он ее не любит. Ты убирай, пожалуйста, за собой чашки. По целым дням стоит, киснет. Сто раз говорила. За что мне все это? Зина просто залетела, и все. Кто залетел? Никто. Наташа, я тут тебе омлет делаю. Ты, извини, мы специально ничего не приготовили. Не знали, что ты приедешь. Лучше яичницу. Хорошо, садись. Наталья уже неделю гостила у Василии и Марины, сводя ее с ума своей беспардонностью и хамством. Наташа! Тише, сделай! Клевая песня тебе не нравится? Нравится. Очень нравится. Я телевизор не слышу, и соседи звонили. Как они достали. Пусть лучше на своих слуховых аппаратах громкость уменьшат. У тебя такое же платье, как у меня. А это твое? А это твое? Остальное у тебя барахло, а это крутое. Не идет, да? Очень. Только в другой раз, если будешь брать мои вещи, спрашивай. Хорошо? Окей. Марина надеялась, что Наталья скоро уедет, поэтому терпела ее выходки и ничего не рассказывала о них Василию. Не хотела из-за Натальи портить отношения с мужем. Наташа. Прошла еще неделя. Терпение Марины было на пределе. Она поняла, что еще немного и просто задушит Наталью собственными руками. Это что такое? Завалилась, наверное. Я тебе, кажется, говорила, ты, наверное, забыла. Ешь, пожалуйста, на кухне. Или хотя бы убирай за собой. Ладно. Наташа, а как там мама? Не скучает? Не знаю. Что-то вы не созваниваетесь. Да мне некогда. И она никогда ничего интересного не рассказывает. Нельзя. А так про маму. Все-таки дорогой человек. И к тому же вам недолго в разлуке с ней быть. Скоро вместе будете. Назад в нашу дыру? Фу. Я у вас останусь. И вообще я хотела осенью здесь в институт поступать. Марина была в ужасе от перспективы жить с Натальей. Но выхода не было. Не могла же она выгнать дочь Василия. Поэтому Марина предприняла еще одну попытку наладить с ней отношения. Наташа, ты говорила, что твое любимое блюдо вареники. Я вот приготовила для тебя. Если захочешь, то тут еще есть добавка. с картошкой, с творогом. луком воняет. Гадость. В следующий раз меня зови. Я тебе рецепт дам. Тебе не стыдно? Я же старалась. Готовила тебе. Хамка ты. Лучше, если врать буду, я не виновата, что ты готовить не умеешь. Все. Я так больше не могу. Что случилось? Случилось? То, что твоя дочь чудовище. Вот что случилось. Мария. Марина. Я понимаю, ты можешь думать, принять все, что угодно. Но я так больше не могу. Давай выбирай, либо она, либо я. Все. Да что стряслось? Все же было нормально. Когда нормально? Ни одного дня нормально не было. Я молчала все, надеяла, что она изменится. Да ничего она не изменится. С каждым днем только хуже становится. Твоя дочь просто неблагодарная сволочь. Все. Успокойся. Я думаю, что ты преувеличиваешь. Просто столкнулись две бабы. Вот и все. При мне она же ведет себя нормально. Это когда это при тебе? Ты же все время на работе. А приходишь с работы прямиком в свою комнату. Это я с ней целые дни провожу. И при мне она свинячит, хамит и носит мои вещи. Я же говорил, ерунда. Я тоже постоянно оставляю чашку с недопитым чаем. И ты из-за этого все время на меня орешь. А мне просто так удобно. Подошел, глотнул и пошел дальше. Ты не сравнивай, пожалуйста. Я понимаю, она твоя дочь, она ангел. Она заведомо хорошая, а я плохая. Ну, понеслось. Сейчас дойдет до того, что я во всем виноват. Марин, ты очень хорошая. И Наташа, я знаю, не подарок. Но ты сама ответила на свой вопрос. Я же не могу родную дочь выгнать на улицу. Вася, я все понимаю. Но я так больше не могу. Давай выбирай. Либо уходит она, либо я. Марин, я тебя прошу, потерпи еще немножко, пожалуйста. Я тебе обещаю, что в ближайшее время я все улажу. Как? Возьму сверхурочные и сниму ей квартиру. Ну, хорошо. Теперь я понимаю, почему ты больше не хочешь детей. После обещания Василия все уладить прошло больше месяца. Но Наталья все еще жила у них и продолжала доводить Марину. Женщина приехала к бабушке, чтобы узнать, как ей избавиться от Натальи. Это невыносимый человек. Я перед ней и так, и сяк. Не помогает. Прямо руки опускаются, честное слово. Говорю ей что-то, как об стенку. Прошу ее не делать, делает. Прошу ее делать, не делает, как нарочно. Может, я чего-то не понимаю. И к ней какой-то особый подход нужен. Дай мне руку. Не в тебе дело. Не дойдешь ты к ней подход. Ты правильно сказала. Назло она тебе все делает. Еще лучше. И как мне быть? Вася не чешется. Сказал, что квартиру ей снимет, и ничего. Выгнать я ее тоже не могу. Она его дочь. Хотя почему не могу? У нее есть мать. Вот пускай к ней едет. Выгонишь Наталью сейчас, она уйдет, и ты ее больше не увидишь. Но тогда ты и Василия потеряешь, и детей у тебя не будет. Так что мне ее дальше терпеть? Это ты уж сама решаешь, что для тебя важнее. Нервы? Или муж? И будущие дети? Я тебе сказала, как есть. А ты думай. Марина не стала выгонять Наталью. Решила просто минимизировать общение с ней. В тот вечер Марина вытащила Василия в боулинг, но забронированная ими дорожка оказалась занята. Настроение было испорчено. Супруги решили вернуться домой. Марина и Василий застали в своей постели Наталью с мужчиной. В моей кровати! Сволочь! Вася, успокойся! Ну не дура! Скорый ты делец. Сейчас спущу тебя с лестницы, узнаешь, что такое скорость. Пусти меня, я сам. Давай, а то передумаю. Сейчас намного ка. Быстрее, я сказал, быстрее! Так, штаны одену. В трусах катись! А ты что вылупилась, шалава? Сейчас следом за ним пойдешь. И чтобы я тебя больше здесь не видел. Совсем охренела? Сама приживалка, так еще к мужикову будешь в этом везти. Собирай свои молодцы и пометайся. Ты особо-то не ори. Не боишься, что я расскажу? Да ты до печенок меня уже достала. Говори, что хочешь. Только исчезни из моей жизни. Марина злорадствовала. Наконец-то справедливость восторжествовала. Василий поставил Наталью на место, и она уберется из их квартиры. Наташ, я тут твои вещи собрала по дому. Спасибо. Прости меня, пожалуйста. Да и я-то за что? Это же папа. За все. За то, что гадости тебе говорила. За то, что вела себя так. Ты хорошая, а я тебя обижала. Прости. Да я не сержусь. Я просто хотела, чтобы родители снова сошлись. И тебя винила в том, что они не вместе. А ты ни в чем не виновата. И ты единственная, кому я по-настоящему нужна. Да ты глупости не говори. Ты всем нужна. Ты маме нужна и папе нужна. Угу. Мама из дома прогнала. Говорит, иди к своему отцу. Он тоже прогнала. Главное, что ты такого сделала? Ну, не переживай. Не плачь. Я поговорю с папой. Все будет хорошо. Правда? Конечно. И ты думаешь, он тебя послушает? Да куда он денется? Господи, ну подумаешь, с парнем встретилась. Велика беда. А ты всегда ревнуешь своих дочерей к другим парням. Это рефлекс. Ну, не переживай. Спасибо. Марине стало искренне жаль Наталью. Она поняла и простила ее. Она где-то была. У Наташи. Ну, что она сказала? Ничего, по душам поговорили. Ну, и? Говори, е-мое. Что ты разорался? Что она могла такого мне сказать? Просила прощения, плакала. Говорит, что хочет остаться. А больше она ничего не хочет? Все, хватит. Я тоже не деревянный. Пусть катится к своей матери, и там устраивает притон. Вась, может, оставим ее? Слушай, я тебя не понимаю. Ты же сама хотела, чтобы она ушла. Ну, передумала. Она извинилась. Ты передумала, а я нет. Ну, Вась. Ну, Вась. Вась. Что, Вась? Стоп. Наталья осталась жить в квартире Василия и Марины. И с того дня ее как подменили. Она начала всячески угождать Марине, и они даже подружились. Подожди, вот еще. Ой, как мне надоели эти Васины чашки, кто бы знал. Ведь он это пить не будет. А должно стоять. Целый день. Только попробуй выли. Будет орать, где мой чай. Мужики, что с ней взять? Угу. Как там, кстати, твой парень? Илья, что ли? Ну, кого мы там видели? Ну, по-всякому. Поссорились. Да не то чтобы. Это из-за того, что папа его выгнал? Да нет. Одна швабра на него вешается. Боишься, что уведет? Ну, типа того. Нам с ним встречаться негде. А у нее квартира своя, и она постоянно его туда заманивает. Ну, ты сама знаешь, мужики в этом плане такие податливые. А почему вы у Ильи не встречаетесь? Ну, ему родители купили квартиру в новостройке. И там ремонт будет еще месяц, если не больше. А у его родителей нельзя. Они на вроде папы. Против, короче. Ну, приводи его сюда. Шутишь? Хочешь, чтобы мне папа голову оторвал? А мы ему не скажем. Марина решила, что если поможет отношениям Натальи и Ильи, то девушка впоследствии съедет от них к своему ухажеру. На время свидания Наталья и Ильи Марина увела Василия из дома на прогулку. Пока она ждала его у магазина, встретила их общего знакомого, с которым они давно не виделись. О, это похорошела вообще, смотрю. А где Васька-то? Да вон, деньги на телефон кладет. Живем в одном районе, никак встречаться не можем. Ну ладно, рассказывай, как дела на семейной Ниеве. Ой, да что у нас все по-старому. А, у нас же дочка Васина живет. Развела все-таки старого хмыряна ребеночка, да? Да нет, это у него от первого брака. Да ладно, ты темнишь. Не было у него детей от первого брака? О, Калян! Здорово! Здорово, Василий! Ну ты раздобрил, тебя не обхватишь. Да, жена новая кормит на убой. Ну ладно, ты лучше рассказывай, откуда киндера взял. Да ладно, Васька, колись, где нагулял? Наташа, дочь моя. От Зины. От Зины. А, ой, я дурак старый, совсем забыл. От Зины. Ну, помнишь, ты же в Нижник там еще приезжал. Несмотря на все старания, друзьям не удалось убедить Марину. Она начала подозревать Василия в обмане. Когда на следующий день он ушел на работу, она устроила допрос Натальи, чтобы проверить, действительно ли она и его дочь от первого брака. Наташа, а папа с мамой сколько вместе прожили? Лет шестнадцать. Странно. А мне сказала, что двенадцать. Ну, двенадцать это официально. Он еще потом к ней ездил долго, там все сложно было. Во Владимир. Что во Владимир? Ну, ездил к ней во Владимир. А, ну да. Ага, вот ты и попалась. В Нижнем Новгороде она живет. Что ты мне врешь? Слушай, я тебя уже боюсь. Ты меня целый час допрашиваешь. У меня уже мозг кипит. И ничего я не вру. Я люблю тебя все подряд, лишь бы ты отстала. Марина надеялась, что ответы Натальи развеют ее подозрения. Но они, напротив, еще больше убедили Марину в том, что Наталья и Василия ее обманывают. На следующий день женщина поехала к бабушке, чтобы точно узнать, так ли это. Ничего не понимаю. Если Наташа не дочь от Зины, от бывшей Васиной жены, то чья она дочь? Может, он нагулял ее на стороне и боится мне сказать? Тогда какой-то нелепый обман получается. Какая мне разница, с кем и что у него было до меня? Или, может, я вообще себе все напридумывала? Коля ляпнул с дури, а на самом деле все хорошо, и я зря сюда приехала. Вот, возьми. Наталья не дочь твоего мужа. Вы имеете в виду, она не от Зины? Или вообще не дочь? Наталья – любовница Василия. Марина была в ужасе от слов бабушки. Она решила расстаться с Василием. И, вернувшись домой, сразу стала собирать свои вещи. Мариночка, ну прости меня. Я тебе клянусь, у нас больше ничего с ней нет. Нет. Ты не просто мне изменил. Ты унизил меня. Я ведь убиралась за твоей любовницы. Я ей носки стирала. Я ей душу открывала. Я же тебе предлагал ее выгнать. Но ты сама заступила. Теперь я во всем виновата. Нет. Я виноват. Я. Но я ее выдал за дочь, потому что тебя не хотел терять. Она, когда я ее бросил, начала деньги из меня тянуть. Шантажировать начала, что все тебе расскажет. Я ее послал, думал, пугает. Она взяла и пришла. Я испугался. А спать ты с ней не побоялся? Я тебя умоляю, ну перестань. И без того тошно. Бедный. Может, мне тебя пожалеть? Дурак, дурак. Дурак, что сразу тебе во всем не признался. Но я на последнего надеялся. Вот-вот скоплю денег и сниму ей квартиру. Ну, как назло, все в последний момент сорвалось. Ну, вот в другой раз будешь думать, с кем спать. Марина! Ненавижу тебя! Ты еще здесь? Ну и что вы собачьтесь? Мне твой Вася 300 лет не нужен. Я скоро уеду и будете жить, как жили. А ты иди отсюда. Мне нужно всего две недели, пока у Ильи ремонт не закончится. Просто если я уеду раньше, я думаю, что он с крючка сорвется. А мне надо зацепиться в этом городе. Я только поэтому к вам и пришла. Так, пошла вон! Наглая, беспринципная дрянь. Марина! Пока Марина заканчивала собирать свои вещи, Василий практически силой выставил Наталью из квартиры. Марина, Марина, ну подожди. Подожди. Ну, я люблю тебя. Марина, я чай допил. Я чай допил и чашку за собой помыл. Хочешь, я не буду ее оставлять на целый день. Хочешь? Я хочу. А я хочу. Я хочу детей от тебя. Детей. Поздно, Вася. Да не поздно, не поздно. Я люблю тебя очень. Марина! Марина поддалась чувствам и переспала с Василием. Она надеялась, что после этого сможет его простить. Но не получилось. И утром Марина ушла. Василий продолжал добиваться прощения Марины. Вскоре она узнала, что беременна и родила девочку. Марине было тяжело в одиночку справляться с ребенком. И она вынужденно согласилась на помощь Василия. Совместная забота о дочери сплотила супругов. И Марина, наконец, простила мужа. Есть такая примета. Нельзя недобитый чай в чашке оставлять. Да вообще любой напиток. Жизнь будет неполная. Так что, если у вас не получается завести детей, не ладится с карьерой или нет рядом любимого, задумайтесь, а не оставляете ли вы чашки с недопитыми напитками на столе? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ ПАМАИМА ИЛЬЯ, это ты? ПАМАИМА ПАМАИМА Помоги! Помоги! У Надежды недавно умерла соседка Катя, с которой они были дружны. Сын соседки Федя попал в детский дом. Надежда очень переживала за судьбу мальчика, а после того, как услышала голос Кати, то была уверена, что дух покойный просит ее о помощи. Надежда приехала к бабушке за советом. Виктор – муж Кати. Он с ней давно развелся. Феде тогда два года было. И куда Виктор поехал, никто не знает. Думали, в соседний город, к родне. Его там… его там не оказалось. И где он – никто не понимает. Пока ищут, Федю в детдом отдали. А если не найдут? Может, Виктор умер уже давно. Ну, Феденьку жалко. Где Виктора искать, я тебе не подскажу. Не вижу я его. Вот если бы у тебя его вещь была, это бы помогло. Да откуда? Мы же с ним почти не знакомы. А может, Катя меня не в этом просила помочь? А сейчас мы ее само об этом спросим. Катю? Да, она рядом с тобой стоит. Прямо здесь? А вы ее что, видите? Да, вижу и слышу. И что она говорит? Благодарна она тебе, что о сыне ее переживаешь. Еще говорит, что Виктор жив. А где его искать? Она не знает? Что ты говоришь? Я? Не мешай, с духом я говорю. Поняла я тебя. Не знает она, и тебе знать не нужно. Не ищи Виктора. Почему? А Федя? Сказано тебе, не ищи. Если себе и мальчику добра желаешь. Привет. Привет. Цветы? Ну, ты даешь. Третий день уже стоит. Что это ты цветоводством сделаешь? У Кати из квартиры забрала. Жалко стало. А то она растила, растила. Странно это. Человека уже нет, а цветы есть. Витька бедный ребенок. Я тут на них к ясновидящей ездила. Зачем? Хотела, чтобы она Витю разыскала. Но она отказалась. Сказала, что не нужно этого делать. Правильно сказала. Козел. Этот Виктор. За все время ни разу к ребенку не приехал. Ни одной копейки не перечислил. Как сын живет, что с ним. Плевать. А ты хочешь сказать, что Феде в детдоме будет лучше? Лучше там, чем с таким отцом. Печально все это. И за что ребенку такое? Главное, не знаешь, чем помочь. Хоть сама усыновляй. А может, правда? Что, усыновим? Ну, сам-то я об этом думал. Но только не знал, как ты к этому отнесешься. А ты сейчас серьезно? А что? Парень смышленый, добрый. И главное, тебя любит. Не знаю. Ну, сама подумай. У него вариантов немного. Он в детдоме до конца жизни останется. Прекрати. Ты думаешь, я сама об этом не думала? Ребенок не игрушка. Утром Надежда пошла в органы опеки узнать, что нужно для усыновления Феди. Но по пути передумала. Поняла, что все-таки не готова взять в семью приемного ребенка. Вопреки совету бабушки, Надежда продолжила поиски Фединого отца. Вскоре она нашла Виктора через общих знакомых в социальной сети. Смотри, что нашел. Ага. Федьку заберем, буду его учить в футбол играть. Ты вот знала, что я в детдоме... Илья был так воодушевлен усыновлением Феди, что Надежда никак не решалась признаться ему, что передумала. А я был. Подожди. Я не хочу Федя усыновлять. Боишься? Я тоже боюсь. Не переживай. Мы справимся. Не справимся. Я не хочу и не передумаю. Ты витаешься в каких-то облаках, а для тебя ребенок это вон в мячик поиграть. А заботиться о нем я буду. Готовка, стирка, школа. Перетрудиться боишься? А при чем тут это? Я нашла Виктора. Зачем? Какая же ты все-таки бессердечная дрянь. Да что ты такое говоришь? Да тебе все равно, кому ребенка отдавать. Лишь бы кому. Он его отец. Ты уже совсем помешался со своим Федей. Илья никогда не позволял себе таких слов в адрес Надежды. Она очень обиделась и второй день с ним не разговаривала. Надь. Ну, прости меня, пожалуйста. Но я вчера был очень-очень уставший. Ну, это я. Дрянь. Самый мусор стал. А штаны сам стирать будешь? Буду. И твои постираю. Хочешь? Не хочу. Лучше носки по всей квартире к Сибири. Есть, мой генерал. Но поцеловать-то можно? Можно. Здорово, Илюха. Здравствуй, Виктор. Привет, Надь. Ну, писала? Вот он я. Оперативненько. Ребят, пустите гладранцы переночевать. Катькина квартира-то опечатана. Ну, сначала помыкался. Туда-сюда. Потом, вроде, осел, с работой наладилось. А почему? К Феде не приезжал. Ну, как там про покойников говорят? Либо хорошо, либо никак. Короче, Катька мне жизнь-то поломала. Когда развелись, сказала, чтобы я к Федьке больше не совался. Ну, типа, папа будет ему нового искать. А я чтоб под ногами не путался. Детскую психику не травмировал. Вот и вся любовь. Если б вы знали, сколько раз я хотел ему позвонить. А потом думаю, ну зачем я им? Вот. Ему ведь наверняка без меня лучше. А вышло ты, видишь, как при жилом отце сиротой остался. Спасибо тебе, Надя, что позвонила. Ты говоришь нищий. Ничего не знаешь, лишь бы оговорить человек. Через два дня по пути в магазин Надежда увидела Федю. Она очень обрадовалась, ведь это значило, что Виктор уже забрал его из детского дома. Здравствуй, милый. Эй. А ты чего такой грустный? Не рад, что ты вернулся? А почему? Где папа? Меня в магазине бросил. Ну что ты, солнышко, он не мог тебя бросить. Ты, наверное, просто потерялся, да? Не хочу к нему, он злый. Забери меня. Я тебя люблю. А давай все-таки пойдем, а? Папа же ищет нас. Пойдем? Федь. Я тебе где сказал быть? Вить, не сердись. Эй, нет. Я этого поскудше знаю. Только отвернулся, он уже сбежал. Ну ничего, я ночью его на месте стоять. А ну пошли. Я тебя поубираюсь. Ты что, вчера мало, что ли, было? Ничего, щенок, я тебе мозги-то вправлю. После встречи с Федей и Виктором, Надежда не находила себе места от переживаний. На следующий день она решила проведать Федю, чтобы разузнать, как ему живется с отцом. О, здорово. Привет, я Федя пирожков напекла. Да? Здорово. Спасибо, передам. Пирожки. Какие тебе пирожки? Давай убери игрушки сначала. Не хочу. Что значит не хочу? Давай с того убирай. Давно я не получал, что ли? Убирай, давай игрушки. Опять ты. Что тебе, тарелку вернусь, что ли? А почему он плачет? Да потому что баба. Мужчина не плачет. Мужиком расти не хочет. А можно я с ним поговорю? Слушай, Надь, а, давайте не будешь лезть. Иди вам лучше муженьку с вами борща наварим. Мне кажется, что Виктор обижает Федю. Я так и знал. Что он сделал? Он ругал его. Или ударил? Да я не знаю. Это урод. Сейчас я ему кое-что объясню. Увидев реакцию Ильи, Надежда поспешила замять разговор. Подумала, вдруг она действительно преувеличивает. Надежда решила сначала сама поговорить с Виктором. Она пришла к нему следующим утром, пока Федя был в саду. Ладно, ладно. А что пришла тогда? Я пришла про Федю поговорить. О, завела шарманку. Ну говори. Если ты не хочешь с ним жить, или он с тобой, или у вас вместе не получается, то мы с Ильей готовы его усыновить. А, вы типа такие добренькие, да? Сердобольные соседи. Мы его просто любим. Да с такой квартиркой ты я, Синпень. Я не понимаю. Ну так я тебе сейчас объясню. Я, как опекун Феди, получаю квартиру бывшей. Я не лох, чтобы ее отдавать. Хотите забрать Федю? Валяйте. Только денег нет за квартиру, верните. А ты чудовище, это же твой сын. Ну все, все, сударня, поговорили будет. Выход сама найдешь. После разговора с Виктором, Надежда всерьез переживала за Федю и поехала к бабушке, чтобы узнать будущее мальчика. Здравствуйте. Знаю я, зачем ты приехала. Садись. Вещь мальчика с собой привезла? Да. Вот она. Если все останется как есть, то горе он много хлебнет. А что нужно сделать? Как это можно изменить? Нельзя мальчику с Виктором оставаться. Я это и сама знаю. Но Виктор за него и денег просит, а у нас столько нет. Не понадобятся вам деньги. И без них Федя с Виктором не останется. Я еще думала, может Виктор родительских прав через суд лишить? И это не нужно. Виктор сам мальчика отдаст. Но зависеть все будет от тебя. На все ли ты готова, чтобы Феде помочь? В разумных пределах, конечно. Ну смотри, не пожалей. Не понравится тебе то, что я скажу. Виктор не отец Феди. Отец мальчика твой муж. Что молчишь? Я предупреждала. А это точно? Было бы по-другому, не сказала бы. Гол! Чего-чего? Да что с тобой? Уходи. Что происходит? Ничего. Просто ты переспал с нашей соседкой, у вас с ней шестилетний сын. А так все в порядке. Откуда ты знаешь? От верблюда. Спасибо, что хоть врать не стал. Мы можем поговорить? Нет. Хотя давай. Мне даже интересно, что ты скажешь. Ну? Говори. Или нечего. Ты помнишь? Катя в Сочи уезжала. Тебя еще попросила цветы ее поливать. Помнишь? Не помню. Вы с ней тогда еще не очень. Общались неважно. В общем, она после поездки пришла с тортиком. Тебя поблагодарить. А тебя не было дома. И... Да я не знаю, как так получилось. Ну, прости меня, пожалуйста. Не трогай меня, меня от тебя тошнит. Мерзко. Ты даже не представляешь себе, как ты меня унизил. А мы с ней дружили. Она к нам каждый день ходила. А я еще хвасталась о том, какой ты у меня прекрасный. Какой ты у меня верный, а ты сам с ней. Ну, не было у нас с ней ничего. Ну, пару раз было, и все. Слушай, ну, это было семь лет назад. Она даже Виктору сказала, что Федор от него. Потому что ни ей, ни мне это все не нужно было. Это еще хуже, чем этот Виктор. Ты знал, что Федя твой сын, и ты позволил его сдать в детдом. Да потому что я тебя боялся потерять. А Федора я бы там не оставил, если бы ты не начала Виктора искать. Я бы его из детдома забрал. Конечно, это я виновата. Я виновата, что искала. Я виновата, что эти цветы проклятые поливала. А сам? А что сам? Что сам? Когда Катя с Виктором развелась, я Федора содержал. Ну, вот видишь, я говорил, что ничего у вас не было. А сам к ней ходил. Да ну, е-мое, ну просто ходил деньги отдать, понимаешь? И все. Ну, прости меня. Илья установил отцовство и отсудил сына у Виктора. Но ужиться с Федей Надежда не могла. Она возненавидела его за то, что он каждый день напоминал ей о предательстве мужа. Не чавкай, как свинья. Безрукий. Не можешь нормально есть, убирайся из-за стола. Иди спать. Прошла неделя. Надежда постоянно срывала на Феде зло. И отношения в семье накалились до предела. Надежда понимала, что не права, но ничего не могла с собой поделать. Ты опять на него орешь? А что, мне его свинство терпеть? Не нравится, воспитывай сам. Слышишь? Слушай, ну он обыкновенный ребенок. Извини. Наверное, я просто не умею общаться с детьми. А знаешь почему? Потому что своих нет. Потому что мой муж делал их с другой. Надежда поняла, что дальше так продолжаться не может. И на следующий день поехала за советом к бабушке. Я очень люблю Илью, но жизнь с Федей просто невыносима. Я понимаю, что он ребенок и что он ни в чем не виноват. Но меня от него просто трясет. А когда я сдерживаю, получается еще хуже. Мне потом так прорвать, что убить его готово. Если ты будешь настаивать, Илья может отказаться от сына. Но тебя он тогда возненавидит. Я бы сама себя возненавидела, если бы он Федю бросил. Тогда что-то узнать хочешь? Я хочу уйти от Ильи. Я его очень люблю, но другого выхода я не вижу. Скажите, пожалуйста, что меня потом в будущем ждет? После того, как мы разойдемся. Близкое будущее хочешь узнать или далекое? Я все хочу знать. Возьми банку двумя руками. Любовь сладкая, сердце томит, Нитью по жизни припроводит. Теперь руки убирай. Муж твой – твоя судьба. Нет тебе от него ходу. Бросишь его – ни счастья тебе не будет, ни детей. Хе-хе-хе. Хорошо, когда начальник в отпуске. Домой можно пораньше. Жаль, что только неделя такая лафа. И не говори. Ладно, Андрюш, спасибо, что проводил. Дальше я сама. Мне еще в магазин нужно заскочить. До завтра. Сильно торопишься? В смысле? Может, в кафе посидим? Ну, какое кафе, Андрюш? Я уже забыла, что это такое. У меня же теперь сын ни минуты свободный. Не ценит тебя твой муж. Не говори. А если я тебя украду? Хе-хе-хе. Укради. Что, до кафе понесешь? Ну, да и понесу. Надежда устала от проблем. Ей очень хотелось хоть как-то отомстить мужу за измену. Поэтому она согласилась на свидание с коллегой. Надежда уже неделю встречалась с Андреем. В его объятиях она забыла о семейных трудностях и о предостережении бабушки. И снова почувствовала себя счастливой. В тот день Надежда приняла решение бросить Илью и начать жизнь с чистого листа с Андреем. Она гулялась. Ты что, следил за мной? Нет. Можешь еще погулять. Я Федю ищу. А он что, пропал? Он сбежал. Сбежал? Давно? Тебе какая разница? Развлекайся дальше. Ты куда? Искать. Дожди с тобой. Илье и Надежде было не до выяснения отношений. Совместные поиски их сплотили. Примирение произошло само собой. Федя! 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 Вон он! Федя! Наконец-то мы так волновались. Иди скорее. Мама, ты на меня не слишься. Я убежал, потому что думал, что ты меня не любишь. Ну, глупый мой. Хороший мой. Очень люблю. Больше всех люблю. Надежда говорила искренне. Она так испугалась за Федю, что вся ее ненависть к нему улетучилась. Она поняла, что любит мальчика. Через год у Надежды и Ильи родился общий ребенок. Его и Федю они любят одинаково. Хорошо, что Надежда послушала бабушку и простила Илью. Надежда не смогла бы полюбить другого мужчину, осталась бы одинокой и бездетной. Люди часто просят соседей и родственников поливать их цветы, пока они в отъезде. Не спешите соглашаться на такие просьбы. Ведь есть примета – чужие цветы поливать, свои слезы проливать. Все украли. И за машину, и за гараж. Ну а что же вы такую крупную сумму денег дома держали? Дура, дура я старая. Так, подождите. Анастасия Сергеевна, вы продали гараж и машину три недели назад, правильно? А почему вы деньги на книжку-то не положили? Так я, понимаете, я к ясновидящей пошла. Она мне говорит, все продай. И гараж, и машину. Как можно скорее. А кто она? Ну, ясновидящая Нина. Говорит, предложение тебе поступит, какого не ждешь. Вот деньги и пригодятся, старость тебе обеспечишь. Только говорит никому. Не рассказывай, а я разболтала, дура. Мужчина, простите, у нас тут очередь. Туда нельзя. Я сейчас вашу бабушку-шарлатанку отправлю куда следует. Услышав, что бабушку могут арестовать, я очень испугалась. Я впервые столкнулась с подобным и понятия не имела, как себя вести. Но бабушка была совершенно спокойна. Проболталась, значит, Анастасия. Анастасия Сергеевна Пескунова рассказывала мне про вас, Нина. Как вас по отчеству? Ниной меня все зовут. Садись. Не о том речь ведешь. Нельзя было Анастасии про деньги рассказывать. Спугнула она удачу свою. А я считаю, что вы специально легковерной женщине голову задурили, чтобы когда ваши сообщники квартиру ограбили, она бы себя виноватой считала. Если б я так поступала, давно б в особняке каменном жила. Сама она удачу спугнула, когда соседке проболталась. Сказки оставьте для ваших клиентов. Я сотрудник органов. А на органы что? Приметы не действуют? Не действуют. Ну, вот, к примеру, я вечером буду сидеть за праздничным столом, у нас с женой годовщина, а через неделю майора получу. Так что, я вот вам все рассказал, теперь не сбудется, что ли? В главке приказ отменят. Дай-ка сюда руку. Да не бойся, давай. Да я и не боюсь. Что за цирк? Не получишь ты своего майора, и из дома тебя выгонят. Зря похвалялся. Очень страшно. Я вот сперва кражу раскрою и докажу вашу причастность. А чего ее раскрывать-то? Деньги соседка взяла, что через дом живет. У нее в гараже сумку с деньгами и найдешь. За досками, возле дисков. Постой-ка. Весточка тебе будет. Из прошлого. Хорошего прошлого. Только она тебя не обрадует. Бред. Михаил немало повидал на своем веку. Но было в бабушкином голосе что-то такое, что заставило его задуматься. И он решил в тот же день проверить слова бабы Нины насчет денег в гараже соседки. Так и есть. Возле дисков. Ваша? Моя. А деньги? Сейчас посмотрим. Так. Да, деньги есть. Сколько там было? 700 тысяч. Понятые? Подойдите поближе. 100, 200, 300. Ну да, я думаю, как раз все на месте. Так и запишем в гараже гражданки Гурбач. Михаил постеснялся признаться коллегам, что вся оперативная информация была получена через какую-то ясновидящую, которая, по сути, вместо него и раскрыла это дело. Двое суток не прошло, а уже раскрыл кражу. Стараемся. Не зря тебе майора дают. Как тебе удалось? Ну, в общем, есть у меня один надежный источник. Ладно, можешь не говорить. Главный результат. Еще раз, молодец. Так держать. Вечером Михаилу неожиданно позвонила его первая любовь Галина, с которой они не виделись почти 8 лет. Она недавно вернулась в город и предложила ему встретиться этим вечером. Но именно в тот день Михаил не мог пойти навстречу. Они с женой собирались отметить годовщину свадьбы. С женой Татьяны у Михаила уже давно были натянутые отношения. Детей у них не было, общих интересов тоже. Михаил чувствовал, что с каждым днем они с женой все больше отдаляются друг от друга. Эта годовщина была для него последней надеждой наладить отношения. А, это ты? Представляешь, Ларка Захарова из Лондона вернулась и нас с Кошлевой к себе зовет. Ой, это мне? Тебе. У нас вообще-то сегодня годовщина. Ой, зая, разве сегодня? Сегодня. Пять лет. Ну, забылай. Но ты сам виноват не напомнил. Неужели о таких вещах надо напоминать? А я не компьютер, чтобы все помнить. Кстати, о компьютерах. Ты мне обещал планшет новый купить. И я себе присмотрела со скидкой. Не в этом месяце. Вот я на следующей неделе майора получу. И миллионы начнешь зарабатывать. Я тебе сколько раз говорила. Попросись в ГАИ. Не ГАИ, а ГИБДД. Какая разница? Ну, в ГИБДД. Там каждый день деньги зарабатывают. Ты говоришь про взятки. Я говорю про деньги, понимаешь? Деньги, а не твоя грошовая зарплата. Слушай, я столько раз тебя просил. Ну, давай не будем об этом. Ну, не будем, так не будем. После такой встречи Михаил потерял всякую надежду наладить отношения с женой. Поэтому он решил, что теперь имеет право позвонить Галине, извиниться и договориться о встрече. Спасибо за сетей. Поставь вазу. На следующий день Михаил отправился на встречу с Галиной. Увидев ее, он неожиданно понял, что нежные чувства, которые он испытывал к ней, живы до сих пор. Привет. Привет. Спасибо. А ты поправился. Да нет, это я так. Для солидности щеки надуваю, но все-таки без пяти минут майор. Майор? Здорово. А сколько мы не виделись? Семь лет и полгода. Да. Миша, иди погуляй на площадку, пожалуйста. Плохо слышит? Нет, это нормально слышит. Немножко отстает в развитии. Ребятишек боится. Больной? Нет. Психологи это называют ЗПР, задержка психологического развития. Но это скоро пройдет. Твой? А что похож? Он копия отец. Его отец твой муж? Нет, я не замужем. Это соседкин сын. Она побежала в поликлинику и попросила присмотреть. А ты женат? Ну, да. Вроде того. Вроде того? Это что значит? В общем, долго рассказывать, сложно все. Сложно? Егоров, у тебя сложно. Мы же с тобой расстались из-за того, что у тебя сплошная легкость была в голове и в душе. Да ладно тебе. Да что, ладно. Я никому позаботиться не мог. Ни о себе, ни об окружающих. Какие там серьезные отношения. Даже с этой официанткой при мне, боже мой. Прости. Дурак я был. Сейчас повзрослел. Михаил с Галиной прогуляли весь вечер. Вспомнили старые, общих друзей, памятные события. Михаил с удивлением почувствовал, что впервые за многие годы может позволить себе быть самим собой. Расставшись с Галиной, Михаил не спешил идти домой. Ему хотелось побыть одному. Он позвонил жене на мобильный, абонент был недоступен. Вдруг Михаил увидел Татьяну с незнакомым мужчиной во дворе своего дома. Они целовались. Нагулялась? А это ты? А чего не спишь? Тебя я искал. А чего меня искать? Я у Ларки была, мог бы и позвонить, я бы тут же и примчалась. Я звонил. У тебя телефон отключен. И действительно отключен. А это потому, что он старый. А новый ты мне покупать не хочешь. Какой же он старый. Ему всего полгода. Старый. И ты тоже старый и скучный. Вот и катись к своему новому. Веселиться. Катиться из своего дома? Катиться из своего дома? Сам катись. Квартира только по бумагам твоя. А покупали мы ее на общие сбережения. И на деньги, полученные от продажи дома моей матери. Мать твоя. А квартира моя. Михаил не верил своим ушам. Квартиру супруги купили еще до того, как зарегистрировали свои отношения. И Михаил в порыве чувств предложил оформить ее на Татьяну. Он любил жену и верил, что у них настоящая семья. Только теперь Михаил понял, как он ошибался. Я здесь лягу, на диване. Спасибо вам, Нина. Деньги действительно нашли там, где вы сказали. И соседка созналась. Ты ведь не за этим сюда пришел. Ну да, я это... В общем, извиниться хотел за то, что нагрубил вам в прошлый раз. И вам. Простите меня. Ничего страшного. Не за этим ты пришел. Садись. Говори толком. Чего хочешь. Как вы и говорили, весточка мне из прошлого пришла. И внутри все как взорвалось. Я ведь всю жизнь жалел, что с Галиной расстался. К жене возвращаться не хочу. А с Галиной столько времени прошло. Может и не нужен я ей вовсе. Не знаю теперь, что ей делать. Анюта, дай-ка сюда плошку с пшеном. Сейчас, бабушка. Суй руку в пшено. Зачем? Суй, не умничай. Теперь доставай. Повезло тебе. В смысле повезло? Худо человеку без любви. Очень худо, а у тебя она есть. То есть была. Не надо тебе было с Галиной расставаться. Совсем по-другому бы жизнь у тебя сложилась. Ты вот что. Хошь не хошь, а иди. Беги, ползи к ней. Прощенье вымаливай. Иначе ни счастья, ни покоя тебе в жизни не видать. Михаил рассказал Галине, как ему было хорошо и тепло с ней в прошлый раз. Оказалось, чувства, которые он к ней испытывал, нисколько не остыли. Он просил прощения у Галины и умолял дать ему еще один шанс. Надо же. Где ты только научился. У мамы. Миша, у тебя сейчас тяжелый период. Но он пройдет. И что? Я как тогда останусь у разбитого корыта? Галь, я клянусь тебе. Миша, ну что ты обо мне знаешь? Ничего. Кроме того, что я тебя любила. Возможно, сейчас люблю. Но я больше не хочу страдать. Галь, давай спокойно все обсудим. А знаешь, пошли в ресторан. У меня сегодня вся ночь свободная. Я отгул взял на дежурстве. Хватит. Наговорились. Тихо. Боже, а муж пришел. Боже, а муж пришел. Ай, тихо, тихо. Тихо, тихо. Боже, муж пришел. Приехал муж из командировки Не ерничай Ты же говорил, что у тебя дежурство Послушай, я ничего не хочу сейчас выяснять Он ушел Ты уйдешь завтра Куда это я уйду? Куда угодно К подругам, к нему, в гостиницу Мне все равно Часть денег за квартиру твою Я отдам Я за нее заплатила не меньше 15% от стоимости Я же сказал, я отдам тебе деньги завтра же Потом мы пойдем к нотариусу Ты оформишь на меня дарственную А затем мы разведемся А больше ты ничего не хочешь? Эта квартира оформлена на меня Послушай Не доводи до греха Я пришел домой Застал жену С любовником Да любой суд признает состояние аффекта Так, ладно, ладно Миша, ты не психой Я все сделаю Я все сделаю Михаил занял денег у коллег Чтобы выкупить долю жены в квартире Ему удалось собрать необходимую сумму Оставалось лишь оформить сделку с женой Я вас слушаю Ты что здесь делаешь? Господин Егоров Попросил бы вас вести себя корректно Вы как сотрудник органов Должны прекрасно осознавать Что закон в данной ситуации На стороне Татьяны Ты что несешь? Таня! Михаил! Это Виталий, мой адвокат Какой адвокат? Это твой любовник Ну, это ночью я был ее любовником А сейчас ситуация изменилась таким образом Что Татьяна наняла меня для защиты ее прав Каких прав? Раздел имущества при брак-разводном процессе Видите ли, в чем дело Эта квартира полностью записана на Татьяну Но вам она готова предложить Десять процентов от ее стоимости Ну, я тебе сейчас Вот даже и не думай Татьяна напишет заявление Что ты угрожал ей своим табельным оружием И заставлял переписать квартиру на себя А я был тому свидетель Потому что находился в квартире в тот самый момент Ну, в качестве ее адвоката, разумеется Конечно Таня! Полицию! Вызывай полицию! Полиция уже здесь, господин адвокат! Целые сутки Михаилу пришлось провести в камере Татьяна и ее любовник не только выполнили угрозу И написали заявление Что Егоров, угрожая табельным оружием Заставлял переписать на него квартиру Но адвокат, еще и зафиксировав побои Написал дополнительное заявление Что был избит, когда защищал свою клиентку Только усилия начальства и обещания Михаила полностью отказаться от претензий на квартиру Помогли замять дело Как вам только удалось уговорить его заявление забрать Пришлось на поклон идти, председатель адвокатской коллегии Чтобы он урезонил этого Спасибо вам Ладно Тебя и так уже судьба наказала И жены, и квартиры разом лишился Если бы тебя еще за драку посадили, совсем перебор был бы Как думаете, в органах дадут остаться? Надеюсь, сумею тебя отбить Все-таки опытный сотрудник Звание Теперь, сам понимаешь, не скоро Тебе жить-то езди Придумаю Так Ну, как спалось, господин майор? Господин пока еще капитан Но завтрак достоин генерала Ну, тогда улыбнитесь, господин капитан Вам достался генеральский завтрак Точно Мне досталась самая красивая женщина в мире Ну Мишутка Проходи Так Давай умываться И возвращайся к нам Будем вместе завтракать А он что, и спит у тебя? Увидев мальчика, Михаил был удивлен Накануне вечером он пришел к Галине поздно И не знал, что в квартире ночует ребенок Ну, я согласилась Ты что, против? Да нет Вполне такой семейный завтрак получается Аня У тебя ножик в руках? Дай-ка его гостю И брусок тоже дай Мужиков-то в доме нет Не сочти за труд Наточи ножик А пока ты точить будешь, я тебя послушаю Я В общем, как мне дальше жить? А с чего ты решил, что я знаю, как тебе жить? Ну, просто все, что вы сказали, сбылось И майора я не получил Из дома выгнали Я только сказала, что это будет А решал, что делать ты сам Тогда скажите, как мне поступить, чтобы больше так не ошибиться? В чем не ошибиться? Ну, с работой и с женщиной, в общем Помните, я вам про Галину рассказывал? Помню Любовь твоя первая Она же единственная Единственная Ну, я не говорил, что единственная Это я сказала Так что тебе в ней не так? Да все так Просто У нее же все эти годы своя жизнь была Она вон с соседским сыном больным возится А я Ну, не то чтобы против Просто С детьми как-то не очень умею Не больной мальчик Нормальный Робкий, потому что отцова плеча нет С отцом будет общаться Все выправится Что? А, ну да Хорошо Я как-то не спрашивал, что там у него с отцом Да не это главное Это и есть самое главное Только ты пока не понял Ну-ка Дай сюда ножик Так и есть По одной стороне водил Ой, извините Я просто задумался Давайте я поправлю Оно и правильно, что задумался Когда голова не мешает Руки сами От сердца делают А раз ты только по одной стороне водил Сердце у тебя только одним жить может Чем одним? А это уж тебе решать чем Но успех будет только в одном Или карьеру строй И про любовь забудь Или жену с сыном люби А работу выбери простую Чтоб за чинами не гоняться Жену с сыном? У меня что, будет сын? Будет у тебя дочка А сын у тебя уже есть Неужели не понял еще? Михаил понимал, что через пару лет Все же получит майора И при его трудолюбии Сделает карьеру Но бабушка сказала, что ему нужно Выбрать что-то одно И Михаил принял решение А я все гадала Придешь попрощаться или позвонишь? Если я не на работе Значит, должен быть с семьей С семьей? С женой и сыном Как? Как ты узнал? А ты что думаешь? Только женщина может своего ребенка сердцем чувствовать Я думала Ты так посмотрел на него в первый раз Я думала, ты его не примешь Я поэтому соврала про соседку Ты прости, просто Ну, растерялся тогда Ну, столько всего навалилось за эти дни А теперь все будет хорошо Ты уверен? Просто Миша действительно отстает в развитии Это он раньше отставал А теперь я рядом буду И все наладится Это я точно знаю Михаил развелся с Татьяной И уволился из полиции Они с Галиной поженились И он устроился работать охранником А через год, как бабушка и сказала У маленького Миши появилась сестренка Но Михаил, помню примету бабушки Никому про свое счастье Больше никогда не рассказывал Если начинаешь про будущее болтать Готовься, что то хорошее, чего ты ждешь Не сбудется Грязище-то какая Ты кто такая? А я... Коля! Ах ты, козел Животное! Ах ты, подонок! Стоило мне на неделю к родственникам уехать Ты квартиру в бордель превратил? Скотина! Свет, погоди! Мам, ты чего? Что происходит? Полюбуйся на отца! Шалаву притащил! А ты почему дома? Ты же на дачу поехал Вечером вернулся Мам, что вообще устроила? Галю напугала Галю? Ну да, невеста моя Свет, я не понял Ты что, вообще что ли? Через месяц Светлана Петровна Приехала к бабушке За это время Она уже не раз Успела пообщаться С невестой сына Галей Чувствую тревогу Материнского сердца За сына переживаю Вот Фотография моего Дениса Он очень к тебе привязан Сердце у него доброе Да Денис встретил девушку Вроде хорошая Приличная Галей зовут А со свадьбы все тянет Скажите Поженятся ли они И когда Очень внуков хочется А есть ее фотокарточка? Нет Нету Я сына просила напечатать Когда они вместе Ну, чтобы я в рамку поставила А ему некогда все Вижу, что у сына твоего В конце этого года Будет свадьба Но Не могу сказать Эта девушка с ним Под венец пойдет Или нет Аня Дай-ка мне фасоль Закрой глаза И выбери одну Темная бабуль Так и есть Хрупкое твое счастье Разлад в семье вижу А что именно? Почему? Не могу пока сказать Знаю одно Если начнешь Сына со свадьбой Торопить Только хуже будет Так что не вмешивайся Всему свое время Ой, Светлана Петровна А я Дениса с работы жду Заодно похозяйничать решила И правильно А ты лук режешь И не плачешь? Да я привычная Я же в общаге живу Мы с девчонками По очереди готовим на всех Да и потом Я маме с десяти лет По хозяйству помогала За братьями смотрела В деревне уж все так А своих деток хочешь? Ну как же Само собой Дети это же счастье Ой, Галечка Какая же из тебя хорошая Жена получится А что, Денис-то тебя Замуж не звал? И не намекал даже Ну ты держись за него Сын у меня хороший А я тебе помогу Надоел, наверное, в общаге А давай ты у нас Погостишь С Денисом будете почаще Ну Это самое Заделайте мне внучку И свадьбу сыграем Ну что, поживешь у нас? Спасибо Ну как-то неудобно Ты что, ревешь? Да Это лук все А говорил не действует Ладно Давай я Вопреки советам бабушки Светлана Петровна Все же решила вмешаться В личную жизнь сына Она очень хотела внуков И решила, что ничего плохого Не случится Если она чуть-чуть Ускорит свадьбу Сын, ты прости меня Ну у тебя что, не девушка Так пробу негде ставить? Маринка из малосемейки Сомова Шалава А это Как ее там Ну, одноклассница Твоя бывшая Я вообще молчу Ну при чем тут они? А у тебя все подружки такие Одна Галя нормальная Наконец-то Женись И будешь как сыр В масле кататься Приличная Аккуратная А какие пироги печет Ну и что, что деревенское Зато хозяйственное Здоровое, работящее Будет мне помощница Может нам лучше Домоработницу раз в неделю оплачивать? Домоработницу? Ишь ты, барин Ты мать-то послушай Вот посмотри, как мы с отцом Двадцать шесть лет душа в душу Вот оно счастье Семья Мам, ну все, хватит Надоело Мам, что? Мама, что? Ой, сердце прихватило Вот так помру И внуков не увижу Слушай, можете скорую вызвать? Нет Загонишь в гроб мать родную Поймешь тогда Что, Светик? Сердце? Коля Никакого здоровья не хватит Когда родному сыну На мать наплевать Свет Ты иди Приляг Иди, иди, иди А мы тут Поговорим по-мужски Светлана Петровна Добилась своего Уже две недели Невеста сына Галя Жила у них И старалась во всем угодить Будущей свекрови Ой, Галечка Блины великолепные О, скажется тоже Коля, а ты что молчишь? Похвали хозяюшку-то Молодец Повезло сыну с невестой Ты что, Дениса-то не позвала? Денис! Ой, не надо Он не хочет Что-то не в настроении сегодня А ссорились? Что-то серьезное? Свет Ну, что ты привязалась? Сами разберутся Просто, Галенька Я хочу, чтобы вы с Денисом Дружно жили Вот как мы с Кулей Без руганий, без измен Душа в душу Понимаешь? Мы постараемся Прошло несколько дней Однажды Светлана Петровна Возвращалась с работы И вдруг увидела у подъезда Галю и сына Они ссорились Я не такая, понял? Я по-настоящему люблю Душ, конечно Галя! Галя, подожди! Что ты ей наговорил? Беги, верни ее быстро Прекрати весть моя жизнь Ну, мне 26 лет А ума нету Ну, какой ты, а? Ну, Галя же мне уже Как дочка стала Не волнуйся Мы сами разберемся Пойдем домой Коль, ты слышишь? Светлана Петровна Рассказала мужу О ссоре сына с невестой Да угомонись ты уже Мало ли, может Характерами не сошлись Она же не последняя Девушка на планете И не могу же я Заставить сына Жениться Только потому, что Тебе невеста понравилась А может, мне с Галей поговорить? У меня, кажется Был где-то ее номер А вот Ты что? Не надо никому звонить Не лезь Свет А ты в пятницу На дачу едешь? Да А меня Филиал по работе Опять отправляют Так что вернусь Только В субботу днем До дачи Светлана Петровна Так и не добралась Опоздала на электричку И вернулась домой Она была уверена Что там никого нет Муж должен был уехать В командировку А сын собирался в клуб Ой, щекотно Что ты возишься, милый? Давай я сама сниму Денис? Ой, мам А ты же вроде на дачу уехала Вот, значит, как А это еще кто? На моей кровати Прости Прости, ну Здесь просто удобней Мама, это Лика Лика, это мама Здрасте Мам, ты выйди, пожалуйста Мы сейчас побыстрее В мою комнату переберемся Лика Как приятно А знаете ли вы, Лика Что мой сын собирается жениться? Это правда? Нет, конечно Правда, правда Так что, давай Тупай отсюда Нечего здесь бордель устраивать Вот урод Мам, ну зачем? Как же надоело все Знаешь что? Нравится тебе Галя? Отлично Давай, зови ее обратно Пускай приезжает А я ухожу Больше я здесь жить не буду Светлана Пойдемте со мной Очень вас прошу Помогите Я вас не послушала И вот что вышло Сын ушел из дома Уже неделю от него Ни слуху, ни духу Трубку не снимает На работе, говорят Уволился Он жив-здоров Только не хочет пока С тобой разговаривать Хочешь сына Домой вернуть? Да Очень Так жалею, что доела на него Ладно, я помогу Двор Скамейка Ты хорошо знаешь это место Вспоминаешь его часто Скамейка? У нас с мужем Там первое свидание было Твой сын идет Торопится Полдень Будь там Через два дня В полдень Поговори с сыном Спасибо большое Какая была глупая Что вас раньше не слушала Сядь Это не все Разлад в твоем доме Чернота Грязь Неспроста Это Аня Дай ей сахар Вот возьмите Побольше бери Попей Чаю дома Я сладкий не пью А ты попей Потом ко мне возвращайся А до этих пор на сына не дави И невесту его в дом не пускай Всему свое время Не послушаешь Хуже будет Через два дня В полдень Светлана Петровна Увидела сына Именно там Где ей указала бабушка Сынок Мам, ты? Как ты здесь очутилась? Тебя ждала Как? Я случайно здесь На собеседование опаздываю Срезать хотел Так ведь сердце материнское подсказало Знаешь, как оно за тебя болит? Возвращайся домой Мам, нет Денис, я прошу Клянусь, я больше не буду лезть в твою жизнь Слово тебе не скажу Извини меня Бежать надо Ну, Денис, возвращайся Я подумал Ну, наконец-то А у нас гости Здравствуйте Здравствуй, Галя Я вот Без приглашения Заскочила Соскучилась Светлана Петровна Помнила наказ бабушки Насчет Гали Но она не решилась Выгнать девушку Из вежливости Ой, это, наверное, Денис Девочки, выйдите Чайку нам заодно Заварите А нам поговорить надо По-мужски Я помогу Да брось ты свои эти принципы Моральные В жизни, знаешь, есть не только черное и белое Ну, проси Чего хочешь? Хочешь, я тебе машину куплю В кредит К осени Да не нужны мне твои подачки Сынок Ты уж прости нас с папой Мы больше не будем пускать в дом Гали Если ты девушка Тебе так неприятно Да нет, почему же пускайте Я очень рад Гале Она сейчас уйдет Не, мам, не переживай Я тут подумал и решил Прекрасная девушка Галя Пожалуй, я сейчас с ней пойду И помирюсь А через месяц свадьбу сыграем Ты шутишь? Не, мам, я серьезно Галя снова поселилась в семье Светланы Петровны Через неделю она заметила перемены в девушке и в сыне Я решил начать этот день с маленького сюрприза Вот, это тебе Красотища Спасибо Денис стал нежем с Галей Он заваливал ее цветами Дарил духи и украшения Мечты Светланы Петровны сбывались Как же я рада, что у них все опять хорошо Денис ей сегодня цепочку подарил Золотую Да? А она что? Ну как что? Обрадовалась Коль, я так хочу, чтобы у них все сложилось Чтобы они нам внуков подарили Ты кого больше хочешь? Внука или внучку? Не знаю Домашься, выключай Устал засыпаю А если я тебя разбужу? И ни свет, ни заря завтра О как! У молодых-то любовь морковь Не то, что мы с тобой А Галечка идет? А, дрыхнет еще У нее же отпуск сегодняшний день начался И да, кстати, мы решили, что нам пора переезжать А клапан тег нормальный Плюс проценты Думаю, однушку потянем И это что еще за новости? Чем вам здесь-то плохо? Ну, мы люди молодые Горячие Шумные Короче, не хотим вам мешать Сынок, вы не мешаете? Мам, ты опять за старая Не спорь, этот вопрос решенный И да, сегодня мы идем в ЗАГС И подаем заявление А через пару месяцев свадьбу сыграем А! Коля! Вот это новость! Сынок, молодцы! Молодец! Мам, а что это у тебя здесь? Сахар? Можно взять? Нет, дай сюда Радостные события заставили Светлану Петровну На время забыть о словах бабы Нины Она велела выпить чай с ее сахаром А Светлана Петровна так до сих пор и не сделала этого На следующий день Светлана Петровна пошла на работу Но, выйдя из подъезда, вспомнила, что оставила дома проездной на автобус И решила вернуться Что здесь такое? Свет, Свет, я тебе сейчас все объясню Я не знаю, что это на меня нашло Как вес вселился Ой, стыд-то какой Сейчас о прощении молит Что делать, не знаю А что с сахаром, что я тебе давала? Ой, вообще странное что-то Я его бросила в чай, смотрю в чашку А там жижа какая-то, грязь Так я и думала, в чашке Из-за нее разлад в семье Сколько у тебя в доме чашек? Сколько? Ну, так сразу сложно сказать Раз, два, одиннадцать Чтобы дом был полной чашей В нем всегда должно быть четное число чашек Иначе ссоры, разлады, измены и грязь А что делать? Купи в дом еще одну чашку И забудь все, что случилось Муж не хозяин, сам себе был Теперь все наладится Но смотри, сыну ничего не говори об увиденном Только хуже будет Светлана Петровна по совету бабушки Купила еще одну чашку Но второй наказ выполнить не смогла Она проболталась сыну о том Что увидела накануне в спальне Я убью его Убью! Сынок, ну ты не злись на отца Ну это было как помутнение Конечно, вам с Галей лучше уехать поскорее У меня деньги отложены, я тебе дам Это кто тот еще разорался? Гад! Вот гад! Сынок, перестань, Коля! Уйди Щенок, на отца родного замахиваешься? Коля Галя теперь моя невеста Моя! Она больше не твоя любовница Отстань от нее! Через несколько часов Светлана Петровна Нашла в себе силы Выслушать мужа Но от его горькой правды Ей стало еще хуже С Галей я познакомился месяца три назад Сын ее тогда и знать не знал Ну и как-то У нас с ней закрутилось все Я во всем виноват А потом Как-то Сын на дачу уехал Ты к родственникам укатила Ну и я Галю сюда и привел И тут Сын вдруг вернулся и нас застукал Только мы с ним объяснились Успокоились И ты появляешься Ты когда я Галю в ванной увидела И обалдела Ты знаешь Я ведь сначала так и подумала Что это твоя любовница Сын меня тогда прикрыл Сказал, что Галя его невеста Хотел тебя От горькой правды Огородить Вот я дура Если бы я знала Я же ведь прыгала Вокруг нее В доме своем поселила А ты в доме гарем устроил И все молчали Все Денис Сначала бунтовал Хотел нас сдать Галя тоже мучилась Она девчонка хоть и простая Но не подлая Тяжело ей было А потом знаешь Как-то Денис Галей Общий язык нашли Влюбились А у меня от этого Просто башню сорвало Мерзко это все Понимаю Самому мерзко Мне стыдно Как бес попутал Прости меня Хотела бы Но не могу Сейчас даже смотреть на тебя Противно Светлана Петровна Почти год жила одна Но потом она все-таки Смогла снова принять мужа И простить предательство Теперь они снова вместе Сын женился на Гале И они ждут ребенка Бабушка говорит Чтобы дом был полная чаша Число чашек в нем Всегда должно быть четным А если разбить и вовремя Не купить одну В доме будут постоянные Раздоры и измены Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова